Одним из акцентов деловой программы Маргаритинки стала международная кооперация. Предприниматели Поморья совместно с коллегами из ближнего зарубежья обсудили вопросы глубокой переработки ресурсов, логистики, экспорта. Отдельная дискуссия была посвящена теме въездного туризма. Алексей Карельский продолжит. Красной нитью через всю деловую программу Маргаритинки прошла тема участия местного бизнеса в экспортных поставках и сотрудничества с иностранными партнерами. Об этом, подводя итоги ярмарки, говорил заместитель председателя областного правительства Виктор Иконников. Дело программы в этом году, она сформирована была исходя из принципа все-таки Архангельс-экспортно-ориентированный регион. То, что мы по целлюлозе, по бумаге, по доске, ну, с нами соревноваться очень сложно. Тем не менее, вопрос вовлечения в экспортные поставки малого бизнеса, это тоже очень большая задача, которая в том числе продиктована ямайским указом президента, в исполнении которого сформулирован национальный проект международной кооперации и экспорт. Неудивительно, что и на пленарном заседании, и на круглых столах были подняты вопросы логистики, сборных грузов для малого бизнеса, поиска партнеров за рубежом, чему, кстати, есть немало успешных примеров. Так, одна из мебельных компаний «Поморья» поставляет свою продукцию за границу. Сейчас одна из задач – воспитывать культуру предпринимательства. Тем более, что государство оказывает поддержку малому и среднему бизнесу. К слову, итоги деловой программы Виктор Иконников подвел в рамках так называемого проектного завода – консультационной площадки для предпринимателей, которую уже в третий раз организовала Корпорация развития Архангельской области. Это уникальная возможность для начинающих предпринимателей и действующих предпринимателей, у которых есть идея получить обратную связь о своем проекте сразу от нескольких экспертов. Предприниматель Оксана Гусева один из проектов уже реализовала. При поддержке Корпорации развития открыла в Няндаме кондитерский цех и пекарное производство. Теперь хочет организовать тепличное хозяйство. Это совершенно новое направление бизнеса для меня. И для меня важно услышать именно действительно создание бизнес-плана рабочего, чтобы он был действительно рабочим. И услышать мнение экспертов, будет ли это действенное или нет. И для себя почерпим какие-то новые мысли, новые идеи. Может быть, я планирую таким образом. А услышать мнение экспертов, что-то можно поменять, либо вообще прекратить, либо в другую русло уйти. Наряду с Оксаной участие в проектном заводе приняли еще шесть предпринимателей. Каждый получил рекомендации в части планирования, рисков и издержек, а также организации команды. Алексей Калельский, Сергей Минин, Регион 29.